Пожары этой ночи тушили в новосибирском метро. К счастью, лишь по легенде, на станции Зальцовская прошли учения спецслужб. Специалисты МЧС, муниципальных и областных аварийно-спасательных служб, химико-радиометрических лабораторий, Центра медицины катастроф и сотрудники ГИБДД отрабатывали схему действий в чрезвычайной ситуации. По легенде, поезд отъехал от станции на 100 метров и застрял из-за проблемы с колесной тележкой. Произошло возгорание. Внутри вагона оказались заперты 200 человек. Для реалистичности к условному возгоранию добавили дым-машину. Первым этапом проверили действия сотрудников метрополитена, обнаружение места аварии, оценку степени опасности, передачу информации экстренным службам, эвакуацию людей из опасных зон. На втором этапе к работе приступил оперативный штаб. Сложности по объектам метрополитена в том, что это заглубленные объекты, находятся подземные, в уровне до минус 10-15 метров. Сложности в том, что пожары происходят, могут произойти в тоннеле. Соответственно, пожарное звено вязанной защитной службе ГИБДД должно взять с собой много оборудования, порядка до 30-50 килограмм. Все это по ходу развернуть кукавную линию, соответственно, прибыть на место, найти пострадавшего и, соответственно, потом весь этот путь вынести его. Бригада газодымозащитной службы обнаружила 15 пострадавших. С помощью нового оборудования, оснащенного спинальными щитами, их вынесли на перрон и передали специалистам медицины катастроф. После эвакуации пассажиров пожарно-спасательные отряды потушили пожар. Всего в учении задействовали 57 единиц техники и 107 человек личного состава. Со всеми поставленными задачами спецслужбы справились. Субтитры создавал DimaTorzok